здравствуйте друзья добро пожаловать на мой канал с вами виктория сегодня я готовлю торт молочная девочка с кремом и фруктами основной ингредиент в этом торте это сгущенное молоко торт получается очень вкусный красивый воздушный его стоит обязательно приготовить а для приготовления нам понадобится мука сгущенное молоко разрыхлитель сливочное масло щепотка соли и 2 яйца я буду выпекать два коржа на силиконовом коврике размером 35 на 26 сантиметров замешивать тесто для коржей я буду по отдельности вы же можете замешать все тесто сразу разделить его и выпекать то количество коржей которое вам нужно в емкость выбиваю одно яйцо немного его солю затем и к яйцу выливаю сгущенное молоко хорошо перемешиваю затем разрыхлитель добавляю в муку немного перемешиваю ложкой и добавляю муку заранее замешанную смесь перемешиваю венчиком до однородности полное количество продуктов я вам оставила в описании также там будет количество и на один корж и на два коржа если вы захотите замешать тесто сразу добавляю кусочек сливочного и размягченного масла и перемешиваю затем беру силиконовый коврик укладываю на него пергаментную бумагу хорошо смазываю сливочным маслом и выкладываю тесто на коврик хорошо ровно все распределяю лопаткой по коврику и ставлю выпекаться корж заранее разогретую до 180 градусов духовку на 9-10 минут и пока первый корж у меня выпекается я сразу замешиваю тесто для второго коржа смешиваю яйцо с щепоткой соли добавляю сгущенное молоко смешиваю разрыхлитель с мукой перемешиваю все до однородности и добавляю кусочек сливочного масла масло можно растопить в микроволновой печи остудить его и добавить в тесто вот такое по консистенции должно получиться у вас тесто кожа готов выпекался он у меня буквально 10 минут выпекать нужно до румяности вот такой красивый он у меня получился я немного провожу ножиком осторожно по краям и достаю его из силиконового коврика переворачиваю на другую сторону и убираю пергаментную бумагу разрезаю корж на две части и оставляю остывать остывать нужно чтобы коржи остывали по отдельности не накладывайте один корж на другой иначе пока они горячие они могут слипнуться ставлю выпекаться в духовку второй корж и пока займусь начинкой у меня в этот раз манго я его очищаю и нарезаю на небольшие кусочки кусочки я вам советую сделать помельче я сделала немного крупноватые потом было неудобно разрезать торт для начинки подойдут любые фрукты те которые вы больше любите или те которые у вас есть можно сделать вообще без фруктов также я делаю стружку из белого шоколада можно заменить кокосовой стружкой приготовлю крем для этого мне понадобится 200 грамм сливок у меня сливки 35 процентной жирности можно взять 30 процентной жирности 70 грамм сахарной пудры 1 столовая ложка сгущенного молока и пол литра жирной сметаны сметана у меня 30 процентной жирности сметаны и сливки должны быть очень-очень холодные взбиваю массу до загустения до стойких пиков крем для этого торта можно сделать из йогурта из сметаны и из маскарпоне добавить к ним сахарную пудру и одну столовую ложку сгущенного молока торт у нас называется молочная девочка это не зря коржи у меня подготовлены у меня четыре коржа 25 на 17 сантиметров каждый корж начинаю собирать тортик на блюдо выкладываю немного крема сверху накладываю первый корж выкладываю крем хорошо смазываю обильно кремом первый корж выкладываю немного фруктов в моем случае это манго смотрите другие рецепты тортов домашней выпечки на моем канале ссылки я вам оставлю в описании под видео и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые интересные рецепты я стараюсь подбирать легкие в приготовлении и в то же время нужные в обиходе рецепты такой тортик подойдет очень хорошо на день рождения новый год и день святого валентина или любой другой праздник выкладываю последний корж и смазываю торт кремом полностью хорошо промазываю все по бокам заполняю все пробелы я вытираю салфетками блюдо и отправляю тортик в холодильник хотя бы на пару часов торт построял в холодильнике два часа я его достаю заранее подготовила стружку из белого шоколада и также сделала крошку из обрезков коржей и сейчас я его буду украшать все хорошо высыпаю стружкой из белого шоколада украшаю также крошками из обрезков коржей и вот такой тортик у меня получился сейчас вы посмотрите как он смотрится в разрезе смотрите как он режется режется он очень легко получается он очень-очень воздушный а вкус вообще не передать тортик просто тает во рту обязательно попробуйте приготовить такой торт напишите мне в ваших комментариях ваши отзывы ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а я всем желаю хорошего настроения приятного аппетита и до новых встреч а